Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим мы с вами о налогообложении. У граждан, особенно у крымчан, возникает очень много вопросов на этот счет, так как крымчане не платили до этого налог ни на землю, ни на недвижимое имущество. И если с налогом на транспорт более-менее все понятно, то первые два налога вызывают очень много вопросов. Во-первых, на землю мы уже второй год будем платить налог. И за земельные участки приходят уведомления. И причем приходят кому-то впервые, кто-то уже платил, а кому-то до сих пор не приходят. В чем же дело? А дело в том, что не вся недвижимость у нас до сих пор стоит еще на кадастровом учете. Есть участки, есть объекты недвижимости, которые люди просто не торопятся переоформлять и вносить в Росреестр. Таким образом, налоговая не видит, что у вас есть какая-то недвижимость, соответственно, не начисляет вам налог. К чему это приведет? Трудно сказать, пока что не предупреждали, будет ли за это штраф и так далее. Как бы период нам еще для переоформления продлили, льготный период. Причем мы можем не платить госпошлину за внесение в Росреестр данных. И, по-моему, насколько я помню, это до 2023 года. А вот по поводу того, что кто уже оформил свои документы и внес данные в Росреестр, тем налог уже приходит. Приходит он на землю на данный момент. Вот-вот не за горами, когда будет принята кадастровая оценка по недвижимому имуществу, и мы также будем платить за недвижимость. И история тут точно такая же. Есть ваши данные в Росреестре, вы налог платить будете, нету данных, пока вы не будете, потому что налоговая просто вас не видит. Тоже вопрос, когда это закончится, насколько вам дадут возможность потом без штрафных санкций все это сделать. Пока на этот счет история умалчивает. Дальше. У кого приходят суммы заоблачные, у тех сразу встает вопрос, а нет ли там ошибки. А на самом деле у нас недавно был случай, когда за один гектар земельного участка за населенным пунктом, это пай, пришел налог 8 тысяч. То есть земельный участок был оценен в 8 миллионов. Это что же там такое? Золото, наверное, добывают, да? А нет, на самом деле все очень просто. При внесении в Росреестр данных сделали ошибку. То есть вместо кадастрового квартала определенного сельсовета за чертой населенного пункта внесли кадастровый квартал населенного пункта. И получилось, что эта земля как бы должна была быть в черте населенного пункта. Соответственно, в населенном пункте земля дороже. Поэтому пришел такой налог. Конечно же, это исправимо. В данном случае нужно пойти исправить ошибку в Росреестр, через МФЦ подать заявление на исправление ошибки. И потом вам налог пересчитают. Также сейчас есть много льготных категорий, которые не подпадают под налогообложение. Но налог им все равно приходит. В чем же дело? Дело все в том, что вы можете обратиться в налоговую службу и первый раз написать заявление. В заявлении вы указываете объекты налогообложения, подлежащие льготе, и основание льготы. То есть указываете документ, на основании которого вы пользуетесь льготой. После чего вам налог также будет пересчитан. Либо полностью вы освобождаетесь от налога, либо будете платить его в той части, в которой есть у вас льгота. Также еще вопрос возникает по поводу получения уведомлений налогов. Кто-то их получает, а кто-то нет. В чем дело? Если тем более уже в Росестриве есть, да? А дело в том, что некоторые граждане, либо проживать не по тому адресу, который есть у налоговой, либо имеют личный кабинет налогоплательщика в интернете. А если есть этот налоговый кабинет, значит вам уведомления приходят в электронном виде. И вам не обязаны в таком случае направлять уведомления по почте. В данном случае вы заходите в свой личный кабинет и проверяете, пришло ли вам уведомление туда. Еще один вариант, когда может уведомление не прийти. Если, допустим, у вас есть какое-то имущество, но в какой-то маленькой доле, и налог не превышает 100 рублей. В таком случае налоговики вам могут просто не присылать уведомления, и через год или два, когда накопится определенная сумма, превышающая 100 рублей, вам придет налог на всю эту сумму. Причем за эти годы вам пеня никакая насчитываться не будет. Но если же вам пришло уведомление, и вы не оплатили в срок до 1 декабря текущего года за налог предыдущего года, значит вам насчитают пеню. Будет пеня насчитываться в размере 7,5% годовых. Также налоговая имеет право насчитать от 20% от суммы налога, но это уже на их усмотрение. Обращаю внимание, что вы имеете право знать о своих льготах, и прописаны они в 407-й статье налогового кодекса. Это обязательные федеральные льготы. Этот перечень может быть расширен за счет местных льгот, так как все эти налоги идут в местный бюджет, и местная администрация имеет право сама принимать решение. О таких льготах. Абсолютно всех граждан касается льгота на недвижимое имущество, если оно не превышает 50 квадратных метров. Причем такая льгота распространяется на каждый вид имущества. Сейчас налога, как правило, начисляется согласно кадастровой стоимости, поэтому также вы можете обратить внимание на то, что есть у нас сайт Росреестра, зайти туда, ввести свой кадастровый номер, и по этому кадастровому номеру посмотреть, во сколько же оценено ваше имущество. Как земельный участок, так же и дом, допустим, квартира. И если вы видите, что реально эта стоимость гораздо выше, чем рыночная, вы имеете право обратиться с обжалованием этой стоимости. Для физических лиц вы можете обратиться как в комиссию по спорам при госком регистре, так же вы можете обратиться непосредственно в суд. Если вам интересна тема налогообложения, делитесь данным видео, ставьте классы. И на следующий раз я затрону тему налогового возврата. Я думаю, тут тоже тема очень такая интересная. Не все знают, когда же могут им вернуть их налоги, при каких обстоятельствах. Поэтому подписывайтесь и оставайтесь с нами.